Время бизнес новостей на канале Кубань24. Здравствуйте! Прямо сейчас расскажу, на каком рынке банки продают просроченные долги и в каких сферах резко выросло количество вакансий. Теперь обо всем подробнее. Рынок труда пошел на взлет. В марте количество вакансий на Кубани выросло в полтора раза. Такие данные приводит компания Headhunter. Самыми востребованными в крае по-прежнему остаются специалисты по продажам. Как считают аналитики, продавать нужно в основном жилье. Если раньше мы наблюдали привлечение кадров именно в производственную сферу строительства, то сейчас все-таки это больше формат сбыта. Мы наблюдаем снижение в сфере бухгалтерии, административный персонал, в автомобильном секторе. Лидер экономики региона – строительная отрасль. Компании этой сферы привлекают новых специалистов, чтобы продать уже построенные квартиры. Также на Кубани востребованы банковские специалисты и маркетологи. Много вакансий и в сфере информационных технологий. И по официальным данным в регионе налаживается ситуация, снижается количество безработных. МРОД поднять ипотеку опустить. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил федеральным Минтруду и Минфину к 1 сентября текущего года проработать предложение по увеличению минимального размера оплаты труда. Стратегия должна предусматривать поэтапное увеличение МРОД так, чтобы к 2020 году он сравнялся с прожиточным минимумом. Соответствующее поручение опубликовано на сайте российского Кабмина. Напомню, с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда составляет 6204 рубля. А с 1 июля 2016 он вырастет почти на 21% до 7500 рублей. Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что это увеличение потребует около 6 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней. Тем временем средняя фактическая зарплата кубанцев за три года выросла всего на 1000 рублей. Напомню, что прожиточный минимум в России по итогам прошлого года составил около 9500 рублей на душу населения. Кроме того, агентства по ипотечному и жилищному страхованию совместно с Минстроем России по заданию премьер-министра должны продумать возможность снижения платежа по ипотеке для молодых семей или погашения части долга за счет бюджетов разного уровня. Долги с электронного молотка. У банков появилась возможность продавать проблемные кредиты коллекторам с помощью аукциона на электронной площадке. Кредитные организации теперь могут объединить мелкие портфели, повысить спрос и цену на просроченные долги. В этом месяце начнут работать две площадки для продажи цессионных долгов. Ресурс для подбора покупателей на кредитные портфели работает в России с начала года. До сих пор было известно о запуске только одной подобной площадки от бюро кредитных историй. Они уже совершили одну успешную сделку. Новый ресурс не только помогает банку быстро избавиться от просроченных долгов. Некоторые эксперты считают, что продавцам грозят репутационные риски. Ведь победить в аукционе может и недобросовестный коллектор. Банки и раньше использовали электронные площадки, но такие торги проходят на неспециализированных площадках. Там, кроме банков, тендеры размещают и другие компании. Теперь банки получат ресурс, заточенный под уступку прав требований. Аэропорт Геленджика станет международным. Об этом заявил мэр города Виктор Хрестин. Новый статус «Воздушная гавань» получат к следующему курортному сезону в 2017 году. Результативным будет приток иностранных туристов тогда, когда мы откроем международный аэропорт. Сегодня туристы из наших городов-побратимов, из Германии, Франции, Израиля и Греции готовы приехать сюда. Но когда понимают, что сложно добраться, то желание пропадает. К 2017 году здесь откроют новый терминал. Пропускная способность старого не позволяет обслуживать пассажиров из-за рубежа. А вот межрегиональные рейсы в крае будет налаживать в том числе и молодой южноуральский перевозчик. С 25 апреля кубанские города и соседний край свяжет авиакомпания Оренбуржья. Ежедневно будут отправляться рейсы из Сочи и Геленджика в Ставрополь. Между Краснодаром и Олимпийской столицей самолеты будут курсировать трижды в день. А из Анапы в Ставрополь и Сочи можно будет улететь со вторника по воскресенье. На эти направления поставят небольшие чешские самолеты. Они перевозят до 19 пассажиров за рейс. Напомню, кубанские аэропорты активно развивают и международные направления. Так, по летнему расписанию из Краснодара можно будет вылететь на греческий остров Корфу. Такая тенденция оказалась по душе туроператорам. Они называют Грецию одним из приоритетных направлений для россиян в этом сезоне. Валюты снова совершили уверенный скачок. Стоимость доллара выросла сразу на 1,5 рубля и достигла 68 рублей и 68 копеек. Евро подорожал до 78 рублей и 17 копеек. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания. Продолжение следует...